полный набор монет за 1929 год поскольку собрать его не случилось тяжело легко непринужденно так как других номиналов вообще не было вот это вот как-то досталось все легко просто и по деньгам вообще смешно и вот тем не менее такой вот есть ну что ж попробуем вспомнить что чем был богат на какие события 1929 год 9 февраля подписание москве протокола за срочным введением действий пакта келлога брайана московский протокол между ссср польшей румынии латвии эстонии опубликовано 5 марта опубликовано в правде сообщение коллектива ленинградского завода красные выборжец ко всем предприятиям ссср с призывом организовать соцсоревнования 23 по 29 апреля 16 конференций в кпб принятие первого пятилетного плана развития народного хозяйства ссср на 1929-32 годы 20 по 28 мая пятый сет советов ссср утверждение первого пятилетного плана 5 июня постановление совета труда и обороны об организации машинно-тракторных станций мтс 28 июля в женеве состоялось подписание международной конвенции в обращении с военнопленными определенный гуманный порядок их содержание использование на работах их сношение с родственникам сср не присоединился конвенции октябрь-ноябрь разгром особой дальневосточной красной армии китайских милитаристов на ковжд 5 декабря образование таджикской сср с 5 по 10 декабря первый союзный съезд ударных бригад с 20 по 26 декабря первый союзный съезд женщин-колхозниц с 20 по 27 декабря всесоюзная конференция аграрников марксистов в москве в 1929 на базе 52 личных хозяйств немцев в акт мечети в Узбекистан был организован единственный в Узбекистане немецкий колхоз выделяющий среди других урожайностью и доходностью колонисты обычно не участвовали в трудовых поведенностях организованных районными властями а используют для этих целей наемных рабочих из числа коренного населения дипломатические отношения с китаем были разорваны в июле 1929 в ответ на насильственный захват китаем китайско-восточной железной дороги кого же и арест тысячи служащих граждан сср конфликтная ситуация была частично урегулирована уже в декабре 1929 подписанием советско-китайского протокола о восстановлении статус-кво на КВЖД такое вот такие вот события так еще если вспомнить что изо одно происходило в мире 1 января в китае партия гаминдан объявил период опеки над страной вся полнота власти передана гаминдану политические права и свободы населения отменены на пост президента никаргуа выступил победивший на выборах генерал хосе-мария манкада в азербайджанской советской сср азербайджанская письма перелина на латинизированный алфавит 5 января король александр первый отменил конституцию королевства сербов хорватов и словенцев и установил диктаторский режим межамериканский договор о третьей иском суде аналогичный пакту браяна келлога подписан в вашингтоне 14 января образован новый территориально административная единица нижегородский край создана западная область центра в смолинске 21 января в королевстве сербов хорватов и словенцев объявлено о распуске хорватовской партии с 21 января по 3 февраля объявление сталином 1929 года годом большого перелома отказ от неба 24 января политбюро цк вкпб приняло постановление о мерах по усилению антирелигиозной работы 31 января лифтроцкий выслан за пределы ссср в феврале 1 на пост президента гандурас вступил представитель национальными парня висенте мехиа календрес сменивший своего однопартийца мигеля паса бараону 2 февраля на первом конгрессе украинских националистов в вене сознат организации украинских националистов оуна 11 февраля лютеранские соглашения систем договоров между итальянским государством и святым престолом 14 февраля в чикаго в день святого валентина гангстеры аль капоне переодетых полицейских расстреливают 7 бандитов из банды джорджа морана 27 февраля турция присоединяется к протоколу литвинова в марте 4 марта роберт гувер сменил кальвина куллиджа на посту президента сша 5 марта рабочий завод красный выбор в ленинграде через газету правда обратились ко всем предприятиям сервис призем включиться со соревнования болгарии турции заключили договор о дружбе 6 марта 17 марта правительство испании закрыла мадридский университет с целью прекращения волнений среди студентов 24 марта в однопартийных парламентских выборах в италии победу одержали фашисты 27 марта королевство сервов хорватов славянцев и греции подписали договор о дружбе в апреле 3 апреля персия подписывает протокол литвинова 12 апреля в индии принятие закона об урегулировании торговых споров и закона об общественной безопасности должно способствовать умиротворению радикальных элементов в рабочем движении 15 апреля советско-афганский отряд примакова форсировав реку амударья в торте на территории афганизана из сэр и занял город мазари-шариф в начале апреля басмачи джунаид хана выступили из района города герат к афгана советской границы 16 апреля по 23 открылся пленом цикана которым осуждался правый уклон бухарин снят с постов правде и в коминтерне 24 апреля после парламентских выборов в дании правительство формирует социал-демократы получившие 61 место 27 апреля в ленинграде в г.р.м. открылась третья выставка картин и скульптура общества друг художников в мае 1 мая в берлине происходит столкновение между демонстрантами коммунистами и полицией в результате 15 человек погибло 16 мая в греции восстановлен сенат упражненный в 1862 году 20 мая япония выводит свои войска из шандуньского полуострова 24 мая Амануллах хан покидает пределы Афганистана 16 сентября королем провозглашается Надир хан 26 мая в парламентских выборах в Бельгии католические партии получают 77 мест, рабочая партия 70 либералы 78 и фламандские националисты 11 27 мая отряд китайской полиции врывается в советское консульство Харбине 1 июня в Буэнос-Аресе открылась латиноамериканская коммунистическая конференция в которой приняли участие коммунисты из 14 стран Латинской Америки 3 июня урегулирован начавшийся в 1910 году спор о принадлежности района Арика-Танкна Арина передана Чили, Танкна отошла к Перу а Боливии предоставлено право на эксплуатацию железной дороги 3 июня центрально-промышленная область переименована в Московскую область 5 июня в Великобритании Рамсей и Макдоналд формирует лейбористское правительство 20 июня в Северославском вокзале Москвы до Мутища отправился первый на московской железной дороге пригородный электропоезд 27 июня в Турции президент Мустафа Кемаль начинает борьбу с коммунистической пропагандой В июле 10 июля китайская армия маршала Чижан Зюэляна захватила КВЖД Принадлежащий СССР начался конфликт на КВЖД В СССР образован Нижегородский край Решением президентов ЦИК организован Ненецкий национальный округ с центром в селе Тель-Височном 17 июля СССР разорвал дипотношения с Китаем 25 июля Папа Пи-11 после подписания лютеранских соглашений между Ватиканом и Италией перестал быть добровольным узником и покинул Ватикан нарушив тем самым традицию, сохранившуюся с 1870 года 27 июля во Франции Премьер-министр Раймонд Пуанкаре ушел в Остаку по состоянию здоровья Его поздно занял арестит Брайан В Палестине в результате споров по поводу использования евреями с стены плача в Иерусалиме произошли столкновения между арабами и евреями Король Ненджа и Хажидзе Абдель Азиз Ибн Сауд подписали с Турцией договор о дружбе 24 августа за аналогичный договор заключен с Персией 13 августа в Гаге проходил конференции по выплате репараций Германия приняла план Юнга, а также союзные державы согласились вывести свои войска из Иеринской области к июню 1930 года В сентябре, 3 сентября в Нью-Йорке по благословению кардинала Патрисия Джозефа Хейса Монахией Марией Ангелиной Терезой была основана община, положившая начало конгрегации стеркер-мелиток для пожилых и больных 5 сентября Арестит Брайан предлагает создать Европейский Федеральный Союз 19 сентября в США цена акции на Нью-Йоркской фондовой бирже на Уолл-Стрит достигла максимальной величины В октябре 3 сентября Королевство Сербов Хорватов и Славянцев переименовываются в Югославию 3 сентября Великобритания восстанавливает гипотношения с СССР 6 сентября открытие в Ленинграде 1-го СССР звукового кинотеатра на 300 мест 20 сентября авиакомпания Аэронациональ Корпоратченова в Америке провела первый испытательный полет своего первого самолета Аэроника С-2 Случилось открыт Азербайджанский научно-исследовательский институт при Центральном исполнительном комитете Азербайджанской ССР ставшей основой будущей Академии наук Азербайджана Академии наук Азербайджан